Всем привет на канале Валдачмен. Сегодня мы с вами продолжаем разговаривать на тему миграционной политики, всех нюансов, вызванных этой миграционной политикой в Германии, ну и конечно же о том, как нас пытаются успокоить в том, что, ну вот например, происходит резкий сдвиг в положительную сторону на маршрутах предоставления убежища в Европу. Так называется статья в газете, которая гласит следующее. Внимание, я буду зачитывать, чтобы никто не думал, что я допустим что-то придумываю от себя. Потом выложу я вам естественно вот карты для того, чтобы вы видели о чем идет речь. Количество незаконных пересечений границы с Евросоюзом в этом году резко сократилось. В частности, на балканских и средиземноморских маршрутах наблюдается резкое снижение потока нелегальных мигрантов. С другой стороны, на другом маршруте через Атлантику был зафиксирован резкий рост на аж 192 процента, то есть по факту не изменилось ничего. Идем далее. По данным пограничного агентства ЕС Frontex, количество незаконных пересечений границы со странами Евросоюза значительно сократилось. С начала года к концу сентября было зарегистрировано 166 тысяч таких пересечений границы с ЕС, сообщил Frontex в Варшаве на ежегодном отчете. По сравнению с 9-ти месячным периодом прошлого года, это представляет собой снижение аж на целых 42 процента. То есть они нам хотят сказать, что в прошлом году с января по конец сентября, за этот же период только в прошлом году, было 270 тысяч нелегальных мигрантов. Ну действительно сократилось, хотя возросло на 192 процента. Где-то тут что-то не связывается. Идем далее. На восточных внешних границах ЕС с другой стороны наблюдался значительный рост. А вот теперь давайте поговорим насчет этого роста, потом продолжим. Сейчас Европарламент и Урсула фон дер Ляйен усиленно злятся на Польшу в плане того, что Польша пытается закрыть границу с Белоруссией и не пропускать вообще никаких легальных или нелегальных мигрантов через свою территорию, пытающихся транзитом попасть в Германию. С одной стороны, Урсула фон дер Ляйен ругает Польшу, с другой стороны, она готова целоваться в десны с Дональдом Таском, Туском, пардон. Где же тут справедливость? Идем далее. Наибольшее снижение произошло в случае нерегулярных пересечений границы на маршрутах через Западные Балканы и Средиземное море. Это так пишет статья в газете. По данным Фронтекс, около 17 тысяч потенциальных просителей убежища прибыли по балканскому маршруту, что на 79% меньше, чем годом ранее. Значит, в прошлом году по балканскому маршруту к нам прибыло, сколько? 26 тысяч, 28 тысяч нелегальных мигрантов. В этом году, конечно, 17 тысяч. Ну да, меньше, меньше. Но зато через Польшу, Украину к нам приезжает намного больше. Не забывайте об этом. Идем далее. На Центральном Средиземноморском руте было зарегистрировано 47 тысяч 700 незаконных пересечений границы, что на 64% меньше, чем за этот же период прошлого года. То есть, в прошлом году за этот же период было приблизительно 70 тысяч нелегальных пересечений границы. Классно. Полиция работает. Идем далее. С другой стороны, значительно возросло число прибывающих по западно-африканскому маршруту. Вот, как я сказал. Который обычно ведет через Атлантику на Канарские острова. За первые 9 месяцев года было зарегистрировано около 30 тысяч 600 незаконных пересечений границ с Евросоюзом, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Фронтек, с тремя основными странами происхождения мигрантов с нерегулируемым статусом на границах ЕС являются Сирия, Мали и Украина. Наибольший рост был зафиксирован на восточных внешних границах ЕС с Польшей и странами Балтии. При почти 13 200 пересечения границы произошло значительное увеличение на 192% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что я вам и сказал. На внешних границах ЕС в сторону Запада уменьшение, зато через стороны Балтии, Украину, пожалуйста, вход открыт. Вот такие вот дела. И что самое интересное, вот вам по этой статье, как раз по этой статье был буквально пару дней назад в новостях один маленький видеорепортаж о том, как итальянские военные задержали резиновую лодку с 16 мигрантами из, по-моему, из Туниса на берегах Италии. Ну, в водах Италии. Они были предварительно арестованы, были взяты с них все данные, они были зарегистрированы и тут же отправлены, как вы думаете, куда? В Албанию, в лагерь для временно перемещенных лиц. Я вам как-то уже говорил о том, что Джорджа Милони подписала договор с правительством Албании на строительство такого лагеря, для того, чтобы туда отправлять непонятных личностей, скажем так, мутных личностей, нелегальных мигрантов, тех, которые непонятно за каким делом едут в Европу, пытаются попасть в Европу, ну, какое дело? Ну, естественно, получать пособие и нигде не работать. И вот эти вот 16 мигрантов были отправлены в Албанию. Показали по телевизору вот этот вот лагерь, в принципе, нормальный лагерь, классные спальные помещения, как в гостиницах. Живи не хочу, адаптируйся, интегрируйся в жизнь Албании, а потом уже как косовар или как албанец, перебираясь в Германию, примерно так. Примерно так. Это был вот такой вот репортаж и говорили о том, что Евросоюз недоволен тем, что Джорджа Милони в обход запретов Еврокомиссии, которой до сих пор руководит Урсула фон дер Ляйен, решает, кого из мигрантов оставлять, а кого из мигрантов отправлять дальше, даже не допуская их на территорию Италии. В принципе, Джорджа Милони права в этом отношении, и она поступает действительно правильно, потому что они сами, итальянцы, уже устали от засилия вот этих нелегальных мигрантов, идущих потоком из Австрики. Джорджа Милони пытается остановить этот процесс, но на нее давит Еврокомиссия. По поводу, кстати, Еврокомиссии. Сейчас я вам кое-что зачитаю. Статья в газете называется «Женщина повторно въезжает в страну в тот же день после ее депортации». И читаю статью. Картиночки вы все видите, это все прям взято из газет, так что тут нет никакого обмана. В тот же день после депортации 34-летняя женщина была поймана в федеральной полиции при незаконном въезде в Баварию. Женщина была возвращена в Прагу из аэропорта Франкфурта во вторник, 15 октября, потому что на нее распространяется запрет на въезд и проживание в Германии, сообщила пресс-секретарь федеральной полиции. Но вечером того же дня, 15 октября во вторник, сотрудники федеральной полиции встретили эту же женщину в поезде из Праги в Германию. Во время проверки в Фюртемвальде в Верхнем Фальце женщина сначала заявила, что потеряла свой паспорт и со страху не может назвать свое имя. Но федеральная полиция сняла ее с поезда и в ходе легкого обыска обнаружила в багаже женщины ее паспорт и отправила ее обратно в Чехию. Вот вам еще один пример того, как люди всяческими путями пытаются проникнуть в Германию для того, чтобы здесь зацепиться. Потому что Германия это социальная касса всей Европы, которая готова платить любому, кто здесь подаст заявление, допустим, на статус беженца или на статус терпимого, или еще какой-нибудь статус. Просто вот так, просто так, с подачи Уршулы фон дер Ляйен и ее прихлебателей Германия оказывается практически во всех случаях виновата. Что самое интересное? Вот давайте, помните, в августе был вот этот вот убийца в Золингене, сириец, который имел статус беженца с обязательным проживанием в Болгарии, но жил два года здесь в Германии, и убил четырех человек и тяжело ранил восемь человек на городском празднике. Так вот, сейчас, а да, вспомнил, как называется этот журнал. Приверженцы, сторонники ИГИЛ, Ислам, и у них даже есть свой журнал, который называется «Журнал провинции Харастан Исламского государства». В этом журнале они возносят хвалы вот этому убийце из Золингена, превозносят его до небес, требуют, чтобы все мусульмане, исламисты, пардон, исламисты, мусульмане и исламисты, это действительно две разных вещи, чтобы все эти исламисты, прежде чем, внимание, прежде чем они совершат акт самоубийства, унеся с собой жизни невинных людей, обязаны, как минимум, позаботиться о продолжении своего рода. То есть, открыто заявляется о том, что сначала они должны, ну, жениться на, скажем, на немке, там, на ком-то, у кого есть немецкое гражданство, произвести потомство, а потом уже, надев на себя пояс шахида, бегать по улицам и взрываться. Это довольно-таки экстремистский журнал, вот этот журнал провинции Карасан. Карасан или Карастан? Карасан, кажется. Полиция федеральная следит за вот этим вот издательством, полиция федеральная следит абсолютно за всеми, кто его издает. Кстати, этот журнал издается в Афганистане и при помощи разных масс-медиа, в том числе и интернета, передается сюда, в Германию. Полиция выследила источники, по которым этот журнал пришел сюда, в Германию, и теперь просто-напросто, как и я раньше говорил вам, что очень многие исламисты, радикальные исламисты находятся под колпаком полиции, вы мне не верили, говорили, что толково, вон они бегают по улицам и убивают людей. Убивают людей как раз не эти, которые подстрекают, а их пешки, пешки в игре. А как вы знаете, что в шахматах сначала жертвуется пешка, а потом уже идет до слона, до офицера, до ферзя. Но сначала жертвуют пешек. И вот эти вот пешки, взрываясь или убивая людей, пытаются унести с собой как можно больше жизней. В основной своей массе это те люди, которые действительно здесь попросили убежище несколько лет назад и живут. Затаившись, якобы они добропорядочные граждане, хотят работать, но им никто нигде не дает. Многие из них возмущаются тому, что им дали бецалькарту. Кстати, сейчас шумиха с этими бецалькартами заглохла. Многие вот эти вот граждане, которые нелегальные мигранты, смирились с тем, что они будут получать бецалькарту, потому что не будет государство давать им просто так наличные деньги, чтобы они на эти деньги покупали наркотики, покупали себе ножи и бегали по улицам, убивали людей. А вот теперь вам к самому началу нашего видео, вот вам почему снизился поток нелегальных мигрантов через обычные балканские маршруты. Потому что бецалькарта в Германии введена, и в основном она введена здесь, в Баварии и Баден-Вюртенберг. Увы, ну какой же нелегальный сириец, который хочет жить вольготно в Германии, согласится жить на бецалькарте и находиться под колпаком государства. Он лучше будет жить у себя где-нибудь в Сирии, или где-нибудь там в Ливане, или в Турции, или еще где-то. Он же хотел, чтобы получать большие деньги, а ему дают бецалькарту. Да ну его нафиг, лучше он оставит свои 30 тысяч вот этих денег, которых он готов заплатить контрабандисту, и останется у себя там. 30 тысяч евро, это же все-таки больше, чем 150 на бецалькарту. Как вы считаете? Вот почему и снизился вот этот поток этой миграции. Статистика говорит одно, а если мы проанализируем ситуацию, то мы придем к выводу, почему поток этих мигрантов снизился. Однако, почему же тогда поток мигрантов через Атлантику на Канарские острова набирает обороты? Потому что там, увы, вот этот вот фронтекс пока не может достичь тех результатов, которые хотелось бы иметь европейскому сообществу, именно Европарламенту. Хотелось бы видеть результат этого фронтекса, его работы. Но, увы, испанцы готовы принимать любого. Куда они их потом отправляют, не знаю. Я был на Майорке в отпуске, нет, не в этом году. Но когда вечером там выходишь в городке, просто так прогуляться по променаде, маленькие улочки, все сплошь кишат выходцами из Сомали, выходцами из Уганды. они стоят и продают на столиках всякие сувениры. Где браслетики, где цепочки, где различные кулоны, статуэтки или еще что-то. Торгуются с тобой очень бойко, причем стараются разговаривать с тобой на английском языке. Но когда ты им говоришь, что ты из Германии, ооо, I know Dutch, I know Dutch. Не Deutsch, а Dutch. Вот потому и Old Dutchman. Теперь вы понимаете, почему название канала такое. Их много там. И Испания готова их всех принимать, хотя свои-то испанцы не хотят работать. Даже как и местные немцы, которые годами, десятилетиями сидят на социале, не хотят работать. А те кидаются на любую практически работу. Очень многие люди, которые приезжают из Африки, действительно хотят работать и кидаются на любую работу. Вот и все, что я хотел вам сегодня сказать. Ну и, конечно же, маленький бонус, совсем маленький бонус. Сегодня я был в магазине, просто у меня был один комментарий на видеоканале под одним из выпусков, опять-таки об украинских беженцах, о том, как они себя ведут и так далее. Вот одна женщина написала, что она стояла в магазине в очереди на кассе, и там женщина-украинка разговаривала со своей дочкой очень громко на русском языке и так далее, что, мол, они по-немецки не понимают. Так вот, сегодня я стоял на кассе в магазине, магазин Lidl. Передо мной стояли две женщины-украинки. Они не кричали, нет. Они между собой разговаривали на русском, на русском, на суржике, скажем так. Но когда подошло время к кассе платить и так далее, да, в некоторые моменты они еще не знают, что, как себя вести. Пардон. Но они разговаривали с кассиром, пытались разговаривать на немецком, пытались вести себя более-менее достойно. Не знаю, может быть, потому что этим женщинам более 50 лет каждый. Может быть, поэтому они вели себя так более-менее сдержанно в рамках приличия. Я не знаю. Но вот такой вот сегодня случай в противовес тому комментарию, который был у меня тогда на канале. И дополнение к этому бонусу, дополнение в том, что сейчас многие украинцы, допустим, живущие здесь в Германии в статусе беженцев от войны, регистрируют свои, скажем так, маленькие предприятия и начинают забивать деньги на ТикТоке, на Инстаграме, там, может быть, не знаю, может быть, еще на Ютубе. Но ошибка всех этих людей в том, что если они пытаются подавать информацию, то они ее не проверяют, и некоторые вещи они просто несут от балды. Допустим, один человек говорит, вот, мы были на ярмарке труда, ну, это Джобберзе в Арбайзамте, мы были на ярмарке труда, и у моей подруги, она разговаривалась с представителями одной фирмы, они сделали прекрасное предложение, у нее теперь будет офигительная работа, сумасшедшая зарплата, вот когда будет, тогда я вам скажу. Понимаете, когда вас просто приглашают на собеседование, это не значит, что вам уже дали работу. Тем более, если вакансия очень и очень спрашиваемая, то на такую вакансию приходит как минимум 10, а то и 20 человек, и берут того, у кого действительно есть опыт работы и знания языка. Как один товарищ сказал, ну, вот, конечно, можно даже в Германии язык немецкий и не знать, и работать. Вот, допустим, на складах. На складах вообще ничего не надо говорить, там просто коробки какие-то двигают, перетаскивают. Главное, человек никогда не видел, наверное, никаких складов в Германии, поэтому так и говорит. Я могу вам прочитать, ну, ладно, сейчас не буду, просто я вам из своего опыта могу вам сказать, когда делаются объявления в логистику на склады, то обязательные пункты в этом объявлении знания немецкого языка, Deutsch in Wortem Schritt, так оно называется, образование на фах логистик, ну и желательно права на машину. Ах да, Körper der Wasbarkheit, это крепкий и выносливый организм. Это важные пункты для работы в логистике на складах. Если человек абсолютно не бум-бум в немецком языке, то его на склад, ну, может быть, возьмут только турки. И, к сожалению, к этому человеку, что он нифига не понимает. А другие, нет, 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 иди, дружочек, учи. Поэтому вот иногда бывает неприятно, когда люди, приехавшие из Украины сюда, где-то что-то, о, фонарь, а им кажется, это фонарь, но они думают, что это луна. Вот примерно так, да. Они от незнания выдают такую информацию, которая действительно сводит к абсурду, к полнейшему абсурду. И те, кто остались там, на Украине, или их знакомые, все, кто живут и ищут себе место работы или еще что-то, они смотрят и верят абсолютно каждому слову вот этих вот людей, которые говорят, извините, неправду. Прежде чем подавать какую-то, допустим, информацию о работе, нужно узнать, действительно ли эта информация правдива или нет. Ну, ладненько, будем заканчивать. Это ночь на дворе, всем спать пора, а видео выходит, как всегда, утром. Ну, так у нас на канале заведено. Видео выходит утром, но это же не телевизор, поэтому вы можете в любое время суток это видео посмотреть, хоть утром, хоть днем, хоть вечером, хоть ночью. Ну, а у меня сейчас наступает вечер. В общем, всем удачи, не болейте, не забудьте подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, сделать выводы, оставить свой нормальный комментарий. Пожалуйста, если вступаете в дискуссии, без руганий, без скандалов. Ну и, конечно же, заходите к нам почаще на канал, у нас всегда есть что-то интересное и полезное для всех. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok